Браконьеры То есть вы своей деятельностью им мешаете? Ну конечно, мы же убираем браконьеров, мы ловим их А это серьезная проблема для района? Это очень большая проблема, потому что этим как бы не милиция не занимается Привозим заявления, все есть, даже загоняем машины Через полчаса все отпускается, то есть как в старые добрые времена А браконьеры, вот что они делают? Ну как, что делают? Это же отстреливают животных или в чем браконьерство? Все подряд выпиливается, вот возьмите, я бы хотел пригласить в Верезанский район Чтобы вы посмотрели своими глазами и люди посмотрели Они не разбираются, где сухостой, где зеленое дерево Спиливаются? Да, спиливаются все подряд Мы как бы их ловим, из-за этого мы им мешаем Я же у них как бы покровители и в структурах, и как бы в администрации Не в администрации, а депутаты, я не знаю Как бы и вот они идут туда И вот мы получается из-за этого мешаем, можно сказать Ну, боремся А почему у вас такой интерес? Это ваш личный интерес к тому, чтобы озеленить район? Нет, это просьба главы администрации Владимира Михайловича Как бы мы с ним, как вам объяснить, познакомились Так как-то познакомилась наш лесничий Верезанского района И как бы у Владимира Михайловича была просьба Если вы чистите, будьте добры и садите Мы как бы на этом и охраняйте И вот мы занимаемся этим, благодаря Михайловичу Михайловичу Скажите, Владимир Михайлович А вот действительно, насколько серьезна эта проблема? Ну вот ребята отлавливают браконьерово, их отпускают Дуже серьезная справа Ну это же не может так продолжаться вечно Ну что-то надо, как-то меня Я вам скажу, что это очень серьезная справа Для того, чтобы не оставить после себя пустыню Гоби Надо что-то делать И эта справа, это не только в Березанском районе Это по всей Миколаевской области Вчера я смотрю по телевизору Украину, показывают Ревненскую, Воленскую область Где вырубляются, но не насаживаются И это очень большая беда Сегодня мы отновляем Сегодня мы выловляем Не даем працювать браконьеру Ставим машины 6 раз Особисто я занимаюсь этой справой И выезжаю Спалена одна лісосмуга, другая лісосмуга, третья Браконьер пали для того, чтобы что-то падает, что-то обгорит, а потом сразу после того, когда спалил лісосмугу, заходят и пилят Я еду на день села, есть таке Андрей Воззорин, еду туда, догораю одна лісосмуга, другая уже выгорела, еду назад, уже стоит микроавтобус, уже грузится, пиляется, вызываю опергрупу, 6 разів вызываю опергрупу, милиция кришует Представьте себе, милиция кришует, я сьогодні по всіх цих справах пишу про те, что сказал Львиз, что там через пів часа отпускают Півтора месяца на территории Берзанской милиции простояла машина, гружена дровами Відпустили, каже, решение суда недостаточно фактов Это беда, привозим бар чайка в Красному, 10 кубов, только-только свеже завезли, вызываю бюро начальника лісничества, привозю на территорию, зелене, зелене Визиваю опергрупу, опрашиваю керівника установи, хто привез, все говори, все рассказываю, все, як вроде бы в воду Оце, оце, це дуже неправильно, і сьогодні коли ми знайшли, ну, загальне, щось загальне в цій справі Тут і лісове господарство, яке точкує і показує іменно сухостій Не ця бригада, а лісове господарство, яке розташоване в тому самому Красному, керівник лісового господарства Які маркують, точкують, яке сухостій убирається, вичищається повністю, так як положено лісосмуга Сьогодні вони працювали всього-навсього по трьох сільських радах А хто, скажіть, будь ласка, а хто в других сільських радах вирубав? Дякую!